Здравствуйте, я Юрий Прокопенко и вы смотрите телевизионный проект «Знай наше». Сегодня я один, мой коллега Николай Команцев на боевом спецзадании, у меня же есть для вас парочка советов. Хотите узнать, как совместить праздник 8 марта и начало пасхального поста и как правильно выбрать молочную продукцию? Об этом сегодня в программе «Знай наше». Поехали! Программа «Знай наше» идет в народ. Через сайт телерадио компании «Могилев» мы познакомились с нашими юными телезрителями. Вот они, знакомьтесь, Арина, Полина и Коля. Вроде бы имена не перепутал. Ребята хотят узнать, как производятся продукты из молока. И вот мы исполняем желание, разумеется, с нашим партнером молочной компанией «Бабушка на рынках». Ребят, для начала контрольный вопрос. Какие молочные продукты вы знаете и любите? Я люблю мороженое, творог и сметану. Молодец. А ты, Полина, что? Я люблю глазированные сырки и детское молоко. Арина? А я люблю зимний творог. Ну, а узнать больше нам поможет старший мастер творожного участка Елена Дмитриевна Беганская. Елена Дмитриевна, что вы нам здесь с ребятами покажете? Где мы находимся? Мы находимся возле творожного участка на Бабушкиной крыльке. На творог зерненый отбирается самое лучшее молоко. И вырабатывается он только натурально. Поэтому творог зерненый можно кушать даже самым маленьким деткам. Вот высокая башня. В этой башне зернышки промываются водой, закаляются и потом поступают в кремер. И туда же добавляются сливки. И в этом кремере уже смешивается зерно со сливками. И потом оно фасуется в автомате. Сетерина, почему у вас получается такой вкусный творог? Наш творог зерненый вырабатывается из натурального молока отборного. И дополнение у нас еще есть наполнители, которые тоже натуральные. Это персик, вишня и киви-банан. А сколько времени надо, чтобы сделать зерненый творог? Так как процесс выработки творога зерненого непростой, Поэтому, чтобы вырабатывать этот вкусный зерненый творог, нужно около суток. Посмотрите на эти детские лица. Ребятам действительно интересно. Мне понравилось, как творог вырабатывается, как он производится. Мне эта экскурсия очень сильно понравилась. Ну что, устал, наверное? Пойдем попробуем что-нибудь молочное. Спасибо, Ирина Дмитриевна, было интересно. Пожалуйста, походите еще. Хорошо, ну пора кормить детей. Очень вкусно, я люблю этот творог. Нам очень понравилось. Торговая марка «Калиласка» – это целая линейка полюбившихся с детства продуктов. Начинают молока и кефира, заканчивая вкуснейшими йогуртами и творожком зерненым. «Калиласка» – это только натуральные и полезные продукты. При этом это безумно вкусно. Пробуйте «Калиласка». Считанные дни остаются до главного весеннего праздника Международного женского дня. Мужчины, вы уже готовы? Определились, что будете дарить своим женщинам на 8 марта? Цветы и косметика – это здорово, понятно, но я знаю, где могут подсказать, как расширить этот стандартный набор. Вот здесь, на Могилевском предприятии «Домочай». Пойдемте. Да, мне здесь всегда нравилось. «Домочай» – это действительно вкусное предприятие. Ну а с нами сегодня Светлана Рыбкова, начальник лаборатории предприятия «Домочай». Светлана Анатольевна, скажите, мы ищем подарок на 8 марта. Что можете посоветовать? На предприятии «Домочай» вырабатывается широкий ассортимент всевозможных тортов, сирожных, печенья, а также хлеб и хлебобулочные изделия. Скажите, а что вы можете более конкретно предложить? Давайте сегодня испечем пирог постный маковый, что особенно актуально в период Великого Поста. Да, ну а как-то с 8 марта это будет вязаться? Конечно, ведь пирог постный не означает, что он будет невкусный или нездобный. Это означает только то, что в рецептуре пирога будут использоваться только ингредиенты, разрешенные в период Поста. Рецепт прост. Для теста необходима мука, сахар, растительное масло, дрожжи и соль. Для настоящих хозяек ничего нового. Самое интересное дальше. Готовим маковую начинку. Кстати, у мака много полезных свойств. Его семена богаты источник белков, витаминов и минералов. Это я в интернете загунил. Тем более, что в данном случае используется самый, что ни на есть, натур-продукт. Конечно, при приготовлении начинки мы могли бы использовать сухие импортные смеси. Но дело в том, что они содержат низкое количество мака и химические добавки. Мы не пошли по легкому пути. Используем только при приготовлении нашей начинки натуральные ингредиенты. Это мак специально подготовленный и сахар. То есть это самый настоящий мак? Конечно. Чтобы мак стал мягким, его нужно залить кипятком, а после смешать с сахаром. Тесто тем временем готово и поступает на разделку и формовку. Процесс формовки – это ювелирная работа. Берем тестовую заготовку 360 грамм, маковая начинка 90 грамм. Маковой начинки, кстати, много не бывает. И скатываем. Первый пирог получается у меня не совсем удачно. Главное – швом брить, чтобы он не вытекал. В течение расстойки тестовые заготовки увеличиваются в объеме. Этот процесс происходит при определенной температуре и влажности. Длится расстойка примерно около часа. Итак, остается только испечь. Еще 25 минут. Все, готово. Выглядит здорово, аппетитно. В нашей программе принято вообще-то дегустировать. Ну как, Светлана Анатольевна, угощается? Можете не сомневаться, на вкус они такие же отличные. С удовольствием угощаем. Пойдемте. Мне очень нравится вам. Вкусный пирог. Ну, казалось бы, обычные ингредиенты, да, плюс мак. Все-таки в чем секрет, я так и не понял. Секрет твоего пирога в том, что мы делаем его с любовью к каждому покупателю. Надеюсь, наше путешествие понравилось и вам стало проще сделать правильный выбор. Это была программа «Знай наше». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова